Южные регионы оказались в настоящем плену. Непогоды. Сразу несколько трасс закрыты из-за снегопада и гололёда. И это не помогает. За ночь спасатели эвакуировали 200 человек. На блокпостах километровые пробки. Только в Жамбылской области скопилось больше тысячи автомобилей. Экстренные службы перешли на усиленный режим. А синоптики предупреждают, что погода будет только ухудшаться. За ситуацией на дорогах следит корреспондент КТК Виктория Савельева. Ситуацию в Жамбылской области спасатели и полицейские называют непростой. Там вторые сутки спасают застрявших в дороге путников. Между Таразом и Шимкентом непогода разыгралась не на шутку. Метель, нулевая видимость и местами гололёд просто не дают водителям шансов проехать этот отрезок пути. Полицейские выставили кордоны. Тех, кто пытается их преодолеть, уже вскоре откапывают из сугробов. Юг страны в настоящем плену непогоды. Только минувшей ночью спасатели Жамбылской и Туркестанской областей вызвали из снежного плена 197 человек. Их отправляли в пункты обогрева. Тем, кто смирно стоял на блокпостах, где скопилось свыше тысячи легковых и грузовых авто, предлагали перекус. Полиция перешла на усиленный режим работы и просит не выезжать на трассы без острой необходимости. В связи с резкой сменой погодных условий батальоны патрульной полиции переведены на усиленный режим работы. Сейчас на блокпостах Жуалынского и Жамбульского районов задействовано свыше 50 сотрудников. В Казавтажоле заверяют, дороги тоже чистят в усиленном режиме. За последние дни на трассы регионов выпустили больше 800 единиц техники. Высыпаны десятки тонн инертных материалов. А при малейшем улучшении погоды водителей стараются отпустить в путь. Впрочем, в выходные работы будет еще больше и не только на юге. В предстоящие выходные дни, то есть 3-4 февраля, в западных, северных, а также центральных регионах страны ожидается ухудшение погодных условий. То есть обильный снегопад, а также сильный порывистый ветер. Сейчас все спецслужбы готовятся к очередной схватке с погодой. Просят казахстанцев не планировать дальние поездки в эти выходные. Погода, говорят специалисты, пока суровая. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК.